Навальный с утра успел проиграть иск, поданный в его отношении Сергеем Неверовым, вице-спикером Госдумы и секретарем Генсовета партии «Единая Россия». Два часа странам потребовалось, чтобы обсудить всё, что они хотели, и примерно 15 минут судье, чтобы вынести решение. У нас в гостях сам Сергей Неверов. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Вы, наверное, полностью удовлетворены решением суда. Да, я полностью удовлетворен решением суда. То, что сегодня Алексея Навального могут отправить за решётку, как вы к этому относитесь? Ну, я не знаю, по-человечески вам не жалко Алексея Навального? Вы знаете, если человек совершает преступление и суд объективно доказывает это, то, мне кажется, это нормальная мера и ответственность. Каждый человек должен отвечать за свои поступки, за свои слова, за свои дела. Меня просто так учил отец, учили так мои старшие товарищи. Поэтому считаю, что если на самом деле преступление есть, и оно будет доказано, то решение определяет суд. И какое это решение будет, такое оно и будет. Суд постановил, чтобы Алексей Навальный дал опровержение в своём блоге, извинился. Но другой суд до этого запретил писать ему в интернет. Суд постановил признать информацию, которую распространил Алексей Навальный, недостоверный, порочащий честь и достоинство меня. И обязал Навального в течение 10 дней с момента вступления в силу приговора опровергнуть эти сведения. Приговор вступит в силу через 30 дней, так как у Навального есть время на обжалование в течение 30 дней. Приговор и через 30 дней решение суда вступит в силу. И тогда в течение 10 дней, которые определил суд, Навальный обязан опровергнуть данные сведения, которые порочат честь и достоинство меня, и, соответственно, подтвердить, что информация, которая была им распространена, является ложной и недостоверной. Но он таким образом нарушит закон опять. Прошли же, Навальный у нас вечный, что ли, с закрытым ртом. Ну, он пока под домашним арестом. С закрытым ртом. В любом случае, и он не имеет права вообще... 30 дней до вступления в суда, решения суда в силу. Его сегодня вообще могут... А есть еще одна статья процессуального кодекса, которая говорит о том, что если ответчик не исполнит решение суда, то истец вправе опубликовать и заявить о решении суда на любом, в любом источнике средств массовой информации, который впоследствии Гражданин Навальный должен будет оплатить. Вот я приду к вам на дождь, на ваш коммерческий какой-то здесь канал, и эти опровержения заявлю. А господин Навальный вам... Ага. Ну, то есть вы рассматриваете такой вариант, просто я почему начал с того, что он арестует? Он из СИЗО не сможет в любом случае это делать, а до середины июня? Слушайте, мы с вами здесь не судьи и не прокуроры для того, чтобы определять, в СИЗО он будет или... В ближайшее время станет известно. В ближайшее время станет известно, и тогда мы с вами продолжим этот разговор. Есть одно только сегодня решение, которое подтвердил суд о том, что те заявления, которые Гражданин Навальный делал, они являются недостоверными и подлежат опровержению. По одной простой причине, потому что заявление Навального о том, что Неверов что-то не задекларировал, недостоверно только потому, что невозможно задекларировать то, чего у тебя нет. Ну, мы, конечно, следили за тем, что происходило на суде. Ну, вот, например, когда спросил представитель Навального у вас, откуда доходы у вашей тёщи, я ведь 70 лет, судья снял вопрос. Суд рассматривал вопрос по существу претензий не Верова к Навальному, а не вопрос тёщи и Навального. У меня, может быть, тоже есть вопросы к тёще Навального по той квартире, которую Навальный, будучи кандидатом на выборах мэра Москвы, не задекларировал. Что по закону, конечно, должен был сделать, потому что там проживала его жена, прописана там его жена. Но у меня этих вопросов не возникает сейчас. Нет, ну в данном случае просто непонятно, ну какая разница. Есть семья, у вас дом, участок земельный. Почему вы так? У меня земельный участок, который задекларирован в соответствии с теми нормами законодательства, которые сегодня... Так об этом и речь, да. Об этом я и сказал, об этом я и предъявил все документы суду. И суд попросил у Навального подтвердить те заявления, которые им были сделаны ранее. Что Неверов не задекларировал имеющиеся у него якобы земельные участки, что Неверов совершил действия, которые противоречат российскому законодательству, на что мое заявление в суд было, что эти сведения, о которых заявил Навальный, в декабре, в ноябре 2013 года не соответствуют действительности. И мое заявление исковое было опровергнуть Навальным эти несоответствующие требования. Но вы ведь утверждали, что не имеете никакого отношения к дому. Я и сейчас не имею никакого отношения к дому. Ну как? Ну то есть это же дом, принадлежащий официально вашей тёще. У вашей тёщи есть квартира? У моей тёщи есть квартира. Вы имеете к ней какое-то отношение? Ну это вообще в другом просто городе. Слушайте, как говорится, в этом... Ну ходил бы там, может быть даже и проживал бы даже. И я точно так же буду ходить и точно так же посещать гостя. Но никакого отношения ко мне этот дом не имеет. Точно так же, как и не имеет отношения к вам квартира вашей тёщи. То есть вы просто формально имеете в виду о том, что он не имеет отношения. А так это, в общем, ваш семейный дом получается. Вы знаете, если мама моей жены примет решение и распорядится своей собственностью, так как она посчитает нужной, подарит своим детям, внукам, то, соответственно, каждый из её детей, которых у неё четверо, получит, наверное, какую-то долю. И в данной ситуации этот дом принадлежит маме моей жены. Соответственно, она вправе распоряжаться им так, как считает необходимым. Ещё вопрос. Всё-таки некий блогер пишет вот такие вещи там в блоге у себя про вас. Почему вы делаете ему такую рекламу, обращаетесь в суд? Ну мало ли что, раз уж вы такой пример приводите, мало ли что там про меня пишут или про телеканал. Крайняя мера – это обращение в суд. Когда прозвучало заявление гражданина Навального, первый раз в сентябре, я по этому поводу сделал все соответствующие в этот же день комментарии. И вопросов никаких не возникло. Когда прозвучало в ноябре заявление Навального, то вдруг с какой-то интенсивностью средства массовой информации начали эту недостоверную информацию, недостоверное заявление Навального тиражировать. Я приходил на радиоэфиры «Эхо», я приходил на другие радиоэфиры, я давал интервью разным газетам. В комиссию Государственной Думы по проверке недостоверности доходов поступило заявление главного редактора «Нью Таймс» Альбац. Комиссия по моему настоятельному требованию рассмотрела это заявление, куда были представлены все соответствующие документы. Где с этими соответствующими документами ознакомилась Альбац и сказала, по вопросам декларации у меня совершенно никаких не возникает сомнений, что Ньюеров это сделал и сделал это правильно. В этот же день представитель телеканала «Дождь» взял у меня интервью по завершению данной комиссии. Я задал мне все вопросы, на которые я дал ответы. Я посчитал, что вопрос закрыт. Но после этого в этот же день опять выходит заявление Навального на телеканале «Дождь», где он говорит, что Ньюеров не задекларировал за 2011-2012 год якобы имеющиеся у него земельные участки. Дальше идет тиражирование в других средствах массовой информации. Это, конечно, выдудило меня принять решение обратиться в суд. Почему? Потому что все мои доводы, о которых я говорил, и говорил о том, что вы не можете задекларировать то, чего у вас нет, не были интересны гражданину Навальному. Была просто осознанная, сознательная, постоянная дискредитация и попытка сказать эту ложь, навязать эту ложь обществу. Это вынудило меня, на самом деле, обратиться в суд для того, чтобы поставить в этом вопросе точку. Чтобы суд рассмотрел и затребовал у господина Навального, гражданина Навального, все соответствующие документы, если таковые имеются, для того, чтобы подтвердить то, что он сказал. И когда было рассмотрение вчера по существу, гражданин Навальный пришел в суд. Во-первых, он написал в 11 часов, но он или кто-то от его имени написал, что Навальный очень хочет сам присутствовать в суде. Я сделал публичное заявление, что очень бы хотел, чтобы Федеральная служба исполняет наказание доставила Навального в суд, чтобы он мог в очном диалоге представить соответствующие документы суду и мне, если таковые имеются. Придя в суд в 15.30, Навальный заявил, что только полчаса назад узнал об этом иске. Хотя на Эхо Москвы, буквально накануне подачи заявления, 2 апреля, я публично сказал о том, что я подаю исковое заявление. Оно выражено в том-то, в том-то. И очень бы хотел получить на него ответы. Придя в суд, Навальный сказал, что только полчаса узнал, и мне необходимо ознакомиться с этими претензиями. Более того, у меня имеются неопровержимые доказательства того, что то, что я сказал, соответствует действительности. И попросил принести суд. Суд был перенесен на сегодняшний день. И когда Навальный в своем выступлении начал повторять то же самое, суд попросил доказательства тех заявлений, их не оказалось, кроме вот этих публичных, лживых, голословных заявлений, которые были озвучены в ходе судебных прений. — Скажите, ведь в том материале, который публиковал Навальный, были и другие фамилии ваших коллег. Не знаете ли вы, будут ли они подавать? — Насколько я знаю, Руденский такой иск подготовил, и, по-моему, даже направил. — То есть, и вот только что стало известно, что суд продлил содержание под домашним арестом Алексея Навальному еще на полгода, а значит, в любом случае он не сможет выполнить предписание суда. — Ну, суд, который принял решение о том, что Навальный может дать опровержение, и согласовав свое решение с судом, который продлил Навальному, ему, может быть, позволено эти опровержения сделать. — А почему, на ваш взгляд? Ведь вы в курсе, я уверен, что Навальный постоянно занимается публикацией материалов, где так или иначе разоблачает или дает информацию о высокопоставленных чиновников, бизнесменах. — А почему никто, другие не подают в суды ваши коллеги? — Ну, знаете, это вопрос к тому, кого он, как вы сказали, разоблачает, или, я убежден, просто-напросто лжет в отношении тех людей. Я же сказал, что я впервые вообще в своей жизни участвовал в судебном разбирательстве, потому что считаю, что это крайняя мера, на самом деле. И публичному политику достаточно выйти и сделать заявление, предъявив все соответствующие документы, что было сделано на нескольких телеканалах, в том числе и радиопередачах, и, соответственно, в комиссии соответствующие. Ну, как я сказал, что я ошибался, и этого оказалось недостаточно, и поэтому решение я такое принял. Что же касается моих коллег, то, насколько я знаю, до меня было решение суда, где Навальному и присудили штраф. До меня было решение суда в отношении Навального подавал фонд, который возглавляет Костин Константин Николаевич, где Навальный, будучи кандидатом в мэры города Москвы, скрыл бизнес интересов за рубежом в Черногории, что на самом деле является основанием для снятия с регистрации. Это было заявлено, и Навальный обвинил Костина, что это ложь, но суд установил, что на самом деле такой бизнес имеется. Поэтому это не мой первый случай уличения гражданина Навального во лжи, в клевете, такие уже прецеденты были. Я думаю, что перспектива других тоже высока. Он ведь, участвуя в выборах мэра Москвы, получил очень большую поддержку, несмотря на это, на все, что вы говорите. Если бы Навальный, участвуя в выборах мэра города Москвы, заявил о том, что у него имеется бизнес за рубежом, что у него имеется изнадекларированное имущество, что у него есть оружие, которое тоже неизвестно под каким вопросом он получил. Человек не служил в армии, откосил, принявив какую-то справку, больной, не больной. Суд потом привез его адвоката, принесли справку, что он какой-то невменяемый. Значит, имеет два очень серьезных оружия, которые потом заявляют о том, что он их переписал на жену. Значит, имеется незадекларированная квартира. Имеются другие составы, которые сегодня есть, и прецензии в части, например, представителей СПС о том, что Навальный проводил их рекламную кампанию, и каким-то образом у них исчезла очень большая сумма средств. Если бы все эти факты, которые были изложены, я думаю, что сторонников Навального было бы меньше. Ситуация в чем сегодня парадоксальная? Когда человек совершает правонарушение, а точнее преступление, которое уже потом доказано в суде, он, как правило, начинает увлекаться политикой. И как только происходят какие-то действия, он говорит, это связано с тем, что я увлекаюсь политикой, и это со мной вроде бы как пытаются кто-то свести какие-то счеты. Вы два раза уже его квартиру, незадекларированную тещу упомянули. Это ведь то же самое, что и в вашем случае. Нет, это разные совершенно вещи. По одной простой причине. Потому что в квартире тещи прописана и проживает его жена. В той собственности, которая является собственностью моей тещи, не проживает моя жена. И не проживаю я. Поэтому никакого отношения к нам эта собственность не имеет. Если завтра она примет решение этой собственностью поделиться, тогда я вынужден буду внести в соответствии с указом президента в ту справку о доходах и имущественных обязательствах, ту долю в отношении которой, если определится мать моей жены, для нас какое-то там место. Вы очень много обвиняете вот сейчас Алексея Навального. Не боитесь, что он теперь подаст на вас в суд? Пусть подаст, и я готов представить все документы. Есть решение суда, Киров-Лес. Есть заявление в отношении соответствующего СПС, уведенных денег. Есть сегодня решение, которое выиграл депутат, у него 300 тысяч рублей муниципальный. Есть решение в отношении граждани Навального суда по делу Костина Константина Николаевича. Все же эти решения суда есть, и пока Навальный, к сожалению, их не исполняет. Но я думаю, что просто необходимо отвечать, как я уже говорил в начале своей передачи, за свои слова, поступки, и, имея эту фактуру, приносить ее и очень четко по полочкам разложить. А не говорить там голословно о каких-то обвинениях, которые не имеют совершенно места. Заявлять о том, что Неверов обязан был задекларировать какой-то там участок, который сегодня у него находится на правах субаренды, заявлять о том, что этот участок он получил в виде взятки или там в виде, скажем так, натуральной какой-то выгоды, ну, по крайней мере, необходимо предъявить этому серьезные документы. Ну, вы просто так же сказали про то, что у Навального есть некое оружие, про то, что есть бизнес за рубежом, но ведь про бизнес за рубежом и недвижимость за рубежом у многих депутатов. Это тоже все было, пока не начали принимать законы соответствующие. Конечно, конечно. Нет вопроса, пусть у Навального, вот у меня, например, все в России, что есть. У Навального он может быть за рубежом, где угодно. Вот он часто сегодня там приводил в примеры Флорида или еще что-то, может быть и там, может быть в Черногории. Нет проблем. Но если вы сегодня заявляете и идете к кандидатам, в соответствии с законом, вы должны это показать в своей декларации. И, верно, в сегодня являясь депутатом Государственной Думы, в соответствии с указом президента должен указать все, что есть у меня, у моей жены, у моих детей несовершеннолетних. Я должен это все указать в справке соответствующей. Есть комиссия Государственной Думы, которая проверяет правильность заполнения. Есть сегодня процесс, если вдруг кто-то усомнился в этом и может обратиться в эту комиссию, комиссия, проверяя все документы, может обратиться в правоохранительные органы. Есть возможность сегодня вашего телеканала сделать такое заявление, если вы считаете... Правильно ли на ваш взгляд, что комиссия Госдумы проверяет вас же, ну то есть члена Государственной Думы, тем более от партии большинства? И в комиссии, в общем, мы еще ни разу практически не видели, чтобы было принято решение против депутатов. Вот вы знаете, в той комиссии, которая рассматривала обращение Альбац, были представители и других политических партий. И в том числе, в этот же день, 4-го числа, они у вас здесь, и Москалькова, и Пузняков давали комментарии и сказали, мы не увидели оснований для проверки справки о доходах Неверова по одной простой причине. Потому что он представил нам все документы, которые отражают все, что у него есть. Слушайте, это не представители Единой России. Но я обратился к Навальному, не как представитель Единой России, а как гражданин, у которого есть и совершеннолетние дети, где постоянно тиражируется информация и говорится о том, что вот они что-то там имеют, что у нас на самом деле нет. Нет, нет, я к тому, что должны ли, на ваш взгляд, проверками такими, может быть, заниматься независимые какие-то структуры? Такой проверкой занимаются и структуры, которые сегодня есть в администрации президента, потому что соответствующие документы поступают туда. Комиссия, которая занимается проверкой достоверности доходов, она реагирует на заявления, которые могут поступить от общественных организаций, от средств массовой информации, от других структур, которые имеют в соответствии с перечнем в указе этих возможностей. И поэтому комиссия проверяет, дает отчет данным структурам. Но ни у кого не отнято право обращения в органы прокуратуры, в органы следственного комитета. Пожалуйста. Если такое заявление поступит и соответствующее обращение поступит в Государственную Думу, то это уже будут делать правоохранительные органы. Но таких заявлений не поступило по одной простой причине. Потому что тогда уже вступает в действие норма уголовного законодательства. И уже ответственность гораздо тяжелее. Злые языки говорят также, что Единая Россия очень обижена была на то, что Навальный ярлык ей навесил партии жуликов и воров, которые подхватили очень многих. Я вам сейчас открою тайну, может быть, которую вы не знаете. Есть решение суда в отношении Навального, одного из пенсионеров, который обратился в суд московский, один районный, с иском к Навальному, что Навальный его причисляет к партии жуликов и воров. И этот суд, пенсионер, выиграл. По одной простой причине. Потому что он сказал, я себя таковым не считаю и считаю ваше заявление голосовым. Знаете, это из старины в России есть такая поговорка, на воре и шапка горит. Знаете, когда вы жулик, мошенник, вор и доказано это судом, вы начинаете кричать, нет, вот он жулик, он вор. Я помню, что многие члены Единой России грозились подавать подобные иски лично от себя, чтобы завалить исками Навального, но пока только один пенсионер, а прошло уже достаточно много времени. Да вы знаете, я просто думаю, что этот пенсионер, кстати, выиграл 30 тысяч рублей у Навального тогда. Это право каждого человека. Я хочу сказать, что заявление, которое прозвучало из уст Навального в отношении партии Единой России, оно, на мой взгляд, и вы подтвердите, не соответствует действительности по одной простой причине. Потому что в партии Единой России более двух миллионов членов партии. В партии Единой России огромное количество людей, которые сделали очень много для страны, очень много для Советского Союза, для России, очень многое, очень многие люди, которые являются известными и знаменитыми людьми. Если сегодня есть персональное заявление Навального в отношении этих людей, пусть прозвучит. Говорить же голословно, ну это, знаете, опять же сказать, что все таксисты вот такие, или все, например, продавцы в магазине. Но вы тогда скажите, конкретно кто? И вот Навальный сказал в отношении Неверова меня, я обратился с иском, и этот суд выиграл. Полностью удовлетворен решением суда по одной простой причине, потому что нельзя говорить на черное белое, на белое черное. Если вы считаете, что это можно, тогда докажите. А если вы лжете, если вы являетесь клеветником, отвечайте, имейте мужество ответить по закону, если вы, конечно, мужчина. Спасибо, что пришли к нам в студию. С нами был вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.